Эта идея, такой конференции, родилась у нашего учителя, профессора Тору Винтова. И сегодня организационный инфекент решил, что сегодня выступят те врачи, те специалисты, которые прошли курсы, образовательные курсы в Японии, в университете Минзинска, в университете города Канадзава, и которые участвовали во всех мастер-классах, играли с организаторами, и вы один из ведущих экспертов вместе с японскими специалистами. И, кроме того, у нас сегодня есть уникальная возможность послушать лекцию профессора, посвященного результатам диагностики лечения раннего рака желудка в Японии, в медицинском университете города Канадзава, и увидеть уникальный материал по отдаленным результатам такого лечения. У нас небольшие изменения в программе, связанные с подготовкой доклада профессора, поэтому позвольте представить первого нашего докладчика, это Виталий Иванович Бенчунов, который доложит о результатах работы в нашей клинике, о результатах операции при раннем раке желудка в нашей клинике, о тех основных методиках, которые внедрены сегодня в практическую работу нашего отделения. И затем мы послушаем краткие сообщения наших специалистов и доклад профессора Тору Итам. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, разрешите свое название в нашей 10-летней практической работе, что, несомненно, что называется очень малостью. И вот то, что говорилось ранее, докладчиком, говорящим, все еще много символов. Когда, по-моему, какие-то сроки можно говорить о протеканных учреждениях данных и маратных методов, методов диссекции, то это броженство стоит. И, говоря о современных состояний проблем, мы, конечно же, не понимаем, что в ней, что лучше, по-моему, что было того же и норма, в случае, в отношениях, и, соответственно, в данное несколько причин смерти больше целого протоколом не верят. Поэтому то, что мы говорим о детей и проживаниях, по-моему, в отношениях, и 50%, более 40, путешествиях, в частных случаях, в отношениях, по протекану, по структуре существует представление. Говоря о российской статистике, то на уровне раннего раю находится 70,20%, в то время как у некرограста детей и панихонских данных в Белсетепи, ввести в некоторых случаях 50% в такой проценте, что не состоим с вашей статистикой. И ранее, это основные показания для управления экономических секций, последний точный вопрос. Если мы поступим на эту диаграмму, то, по словам, видим о структуре заболеваемости Российской Федерации и освостной области, мы видим, что она, несомненно, остается в достаточно безформе, и по нашим воспитательствам она неспективно выше. По заболеваемости Российской Федерации, вот это первая вторая статья, мы можем посмотреть по последним днём в годам, несомненно, она, опять же, у нас ведёт статистикой диагностики, немножко увеличимой по разному разному сферфикации. Также на заболеваемости и смертности, после смертной операции, которые мы смотрим, по советности, по ядославской области и заболеваемости, они не умножаются с тенденцией снижения. Говоря об отношении с фрагментной эндоскопией, высокие сферфикации и эндоскопией дают возможность осуществлять диагностику и включение онкологических воспитываний в пищеварительной системе на самую раннюю стадию злокачественных формах. Современные эндоскопии дают возможность радикальному изменению ситуации по нему с ранним раком злокачественного воспитывания или значительно преподносить качество жизни этих пациентов. В нашей клинике обработан алгоритм при диагностике объявления вредов, проявления ранних формах пищеварительной системы. В ежедневную практику выявлены такие виды эндоскопии, как с фрагментной эндоскопией и оцеплены микрососудистой архитектоникой, затем внутрозвуковая эндоскопия и данные профитерные продукты. Говоря о раннем раке, хотелось бы дать его определение, как расположены пределы следствия последствий на свой стенку жмута и имеющие характерные эндоскопические к Byzмой. В данном случае доноскопийный протологический приходит за участок, который соответствует множественному количеству стаденов. ПО амахоскопической классификации раком. Продолжение следует. 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 Непосредственно диссекция и удаление. Говоря о результатах геноскопической диссекции, в протяжении практически 40 лет, по нашим результатам проведено более 210 террас. Диссекция в одном фрагменте по методике диссекции выполнена 140 террас. По диссекции 78. Говоря о радикальности, то мы видим, что 92% методики диссекции и 93% диссекции, они практически равноценны. О чем это говорит? То, что как при первой, так и при второй методике рассчитывается в первом этапе, то есть с помощью оптического увеличения мы видим визуализированную, скажем так, демонстрационную линию и их ставим в пределах неизмененной камеры. Тем самым нам подтверждают малькургию, которая приходит по заключению после операции. По осложнениям, но именно по этим цифрам и именно по этим фактам остаются все-таки и владеющие. Я просто скажу, что в этой группе у нас статистику мы неизменили, она приравнивается к японской статистике. То есть если по процентному соотношению, то декларация при резекте занимает 1-2%, а проблему гранатной десекции почти 4%. Но это я объясню, потому что методика выполнения десекции по средству условий, она более галентинна и более, ну скажем так, сопряжена с таким методом осложнениями гранатфорации. И по срочным кровотечениям, также собрали срочные кровотечения, это, опять же, нужно понимать, что когда к срочным кровотечениям возникает кровь, операция, ну, это отоперация, потому что поближдаются те подшвилистые сосуды, которые мы или деприруем, или деприруем, я скажу об этом дальше. Здесь по срочным кровотечениям условий. И, в лучшей сложности, последняя итог, это очень следит, практически 12 лет не в работе, можно сказать, что по операциям, которые 406 в сумме, составило методом резекции 185 пациентов, где возраст в ранний раз, как уже было, и десекция 75. Разрешите, кракт подривистки, например, буквально в конце января, более точно 29 января, была определена в нашем управлении эндоскопическая диссекция по пункту раннего рака социентов изменили 6 лет, которая выступила науке в соседней области, где оказалось рак без точнезной инвазии, с решением вопроса о тактике. Нами уже идемо исследование как звук, так и хромоскапию, или членанискапия с взятием EFCE. На верхнем слайде мы видим приподнятое зоногическое образование не более полутора сантиметров. С исследованием оптического увеличения мы видим, что в центре буквально в фокусе 4-5-3 миллиметров есть воздушный фокус, который в семье патологических мифососудов, в стандартных частях, в стандартных стилах, в стандартных стилах. Что по этому фильму хотелось бы сказать? Патологический очаг, милую инклюзивную, для подтверждения краев вот этой лоркозонной линии, более лучшего очертания по проводнику, москопию. Дальнейший алтаритный выполнение дистинкций – это маркировка, затем пациентская инклюзивная и, в частности, сейчас происходит сегментозавис. То есть мы тем самым подошли к методу диссекции. Мы начнем нежно ранее, что мы видим, что кровотечение, которое возникло в момент диссекции, оно, в принципе, при именении такого инструмента, который был специально в работе с дистинкциями инженерами, как раз он вполне, предварительно выполняет москаз. В дальнейшем, вроде бы, также мы видим вот эту вот, особенность этого хранительного ножа по доступности сегмента, в том, что к нему подается подбором именно без раствора. То есть шипность, которая поднимает и насоединяет этот сам пациент с дистой, он с дистой, и в нем происходит висеть. То есть саморабочая часть пациента – это вот этот наконечный створ, 5-миллиметровый наконечник. И если говорить, видно, что на конце этого влажа нет никакого конечного наконечника, который, работая только на высотой частоты, может вызвать перфорацию, то, конечно, еще раз хочу сказать вообще в том, что именно техника выполнения и работа вот этим ножом, она достаточно приводит оператора в ладине именно вот этой методикой. И вот сейчас мы подошли уже к полной дисекции, то есть диспатологический фрагмент посвящен. Размер этой пуско-эволюционной язвы более 100,5 метров. Дом язвы является впоследствии на высшем слое. То, что мы видим, есть во время как эта секция против сосудов, которые мы пересекаем, мы их и мы, а также вот этим инструментом влага. Далее, как принято опять же в нашей клинике, мы с операцией производим аппликацию посвященную язву, это астролог астрология. В дальнейшем в москоперационном периоде эти пациенты, они приводят, как правило, в москоперационном периоде, и не подглавившись в противническом значении в гиперопатологии. И вот тот препарат, который подходит с вашим отходом, дает нам ответ. Если посмотреть в левый верхний слайд, то фокус водопатологического слоя не доходит практически до пациентства. Гипероскопичный микрофор первые сутки, в седьмом сутки видим, что в седьмом сутки есть гигитализация в размере несколько сокращаемых сайтов. И в заключении, мы состоим в раншем гиперопатологическом аппарате, без специфических симптомов, с хорошим прогнозом после своей дневной выключения. И важным этапом проведения больного с ранним раком штуки является гипероскопическая резекция гипероскопического слоя. И согласно последнему проведения, при правом сантюре пациента в данной форме раннего рака можно судить по высокому воздействию гипероскопического слоя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.